вот такой вот котел навесной фирмы соли модель h18 диагноз какой он включается начинает работать зажигается и через разные промежутки времени иногда сразу иногда через час загорается ошибка иногда это же с перегрев теплообменника иногда с с неисправность датчика температуры на подаче а же с это возможно датчик температуры на выходе поэтому принято один из вариантов это забит теплообменник фильтр на входе не забит уже был проверен здесь стоит сеточка не забита при включении слышно что насос спускается иногда с бульканием иногда без но запускается но потом резкое повышение температуры и выдает ошибку причем резкая сразу до 70 поднимается резкая температура и выключается разбираем котел и будем смотреть на теплообменник значит как разбирается откручивается вот эти два винта этот на той стороне этот потом вот это крылышко немножко отворачивается так и вся конструкция поднимается вверх сейчас покажу вот был откручен теперь из зацепление вот здесь вот выводим с этой из той стороны и и поднимаем вверх теперь она уже одной рукой неудобно вот я снял все теперь для того чтобы добраться до теплообменника датчиков открываем сначала вот эту крышку откручиваем передние шесть винтов крышка откручена можно снимать все теперь для того чтобы добраться до датчиков и до теплообменника до теплообменника откручиваем вот эту панель эту боковую и эту боковую откручиваются вот эти шесть винтов по периметру и снимаем винты откручены теперь из зацепление выводим и вытаскиваем все тут с этой стороны есть доступ к теплообменнику и этой части датчиков значит это датчик входной вот это входной датчик это датчик выходной это аварийный на 95 градусов если превышает 95 градусов размыкается и аварийное отключение особенно такое может быть при случае когда забит теплообменник внутри он двух сразу в одной трубке здесь двухходовой и сразу и теплоноситель и вода на обогрев с этой стороны вход и выход воды для горячего водоснабжения в том числе и датчик стоит температуры горячего водоснабжения откручивается теплообменник откручиваем вот эту переднюю крышку откручиваем верхний вентилятор он там крепится на вот трех винтах 1 2 3 вот эта часть чуть-чуть приподнимается откручиваем гайки здесь две здесь просто гайки откручиваются и вынимаются здесь тоже гайки откручиваются вынимаются после того как мы немножко приподнимем здесь видите слегка находит чуть-чуть приподнимем вентилятор эту крышку снимаем и вытаскиваем на себя теплообменник для того чтобы определиться и с чистотой теплообменника и с действием датчиков ну что же ситуация осложнилась я уже снял в теплообменник и поставил все назад причина какая теплообменник в идеальном состоянии очень хороший проход и внешне механика и внутренние полости в доме теплоноситель вода с антифризом антифриз залит поэтому ну внутри просто идеальная чистота сам теплообменник отпал и я уже на место поставил проверил и датчики они эти два и вот здесь на горячем водоснабжении там 3 абсолютно одинаковые три датчика даже поменял местами вот этот выходной с горячим водоснабжением поменял местами по поставил на место попробовал все то же самое значит дело не в теплообменнике но при тестировании определился что вопрос все-таки в насосе как определился при запуске насос запускается и слышно как он работает но поставил тестер на провода здесь на на входящие и при пуске подается 250 вольт а потом падает до 100 и насос я даже открутил насос включил его отдельно крутится нагрузку если в розетку воткнул нагрузку берет не остановишь его руками а вот просто вот эти четыре винта открутил и он вынимается попробовал один с ним все в порядке но при пуске он начинает пуск и буквально несколько секунд работает и падает напряжение до 100 вольт по какой-то причине на входе на самом насосе но нас с насосом все в порядке а значит идем в контроллер управления хорошо или то или плохо я еще пока не знаю но контроллер здесь провода вот заходят с насоса раскручиваем для этого сначала откручиваем вот эту панель здесь панель тут два винта и тут два винта откручивается панель и потом четыре вот этих винтика откручиваем и доходим до контроллера управления уже я разобрался значит при включении значит что такое у нас вот эти два провода идут зеленый и коричневый это по фишке если считать по фишке видите начиная с зеленого 1 2 3 4 5 они приходят на вот это реле здесь тоже при пуске 220 сначала прыгает 220 даже почему-то 330 иногда показывает и затем 100 снял плату померял на самих ножках реле на входной ножки 220 на выходной 100 ну собственно подгорел контакт значит реле под замену снимаем забираю домой заказываю реле и ремонтируем контроллер управления котлом так на снятой платье видно что вот здесь 1 2 3 4 5 контакт это контакты которые идут на насос они приходят вот на этот на это реле суть реле в чем что необходим по сути дела он звонится как с ним все в порядке катушка целая даже контакт замыкается но именно под нагрузкой хотя и маленькая нагрузкой всего там 100 ватт дает насос он вырубается то есть просто то вроде бы и замыкается но подключаем насос насос стартует и сразу отключается поэтому было принято решение менять реле 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 называется j z c 32 f вот так выглядит само реле название j z c 32 f и у него вот такие вот скошенные ножки это модель hs 3 на 12 вольт заказал в интернет-магазине поменял это реле и сейчас буду ехать клиенту ставить на насос на котел и проверять на работоспособность для того чтобы проверить как работает устанавливаем на место причем установлю так просто пока без полной сборкой для того чтобы просто увидеть что все работает потому что сейчас я собираю на дому клиента которого нет дома так все под подсоединил пациенте буду включать включая в розетку и будем смотреть как работает подсоединил включаю пуск так включился вентилятор так включил газ был закрыт газ поэтому сразу не пошло сейчас 17 градусов не знаю видно или нет давление в норме одна атмосфера было сейчас 18-19 значит суть в чем при включении обе трубы сразу резко нагревали сейчас входная очень холодная выходная теплеет с насосом все в порядке насос работает хотя и не слышно но однако работал все с котлом все в порядке и так замена и так далее и так далее именно того который запускает насос помогла исправлении костом теперь все в обратной последовательности собираем Продолжение следует...